Севастьянов Николай Степанович, третий директор с марта 1961 года, первый ректор ОМГТУ с 54 по 1963 годы. Николай Степанович – человек неординарной судьбы, о которой можно сказать от беспризорника до ректора высшего учебного заведения. В 1931 году в Советском Союзе вышел первый звуковой кинофильм «Путевка в жизнь» о перевоспитании подростков. И в 1932 году фильм получил награду первого международного фестиваля в Венеции и прошел по экранам 107 стран мира. Фильм принес международную известность советскому кинематографу. Он был куплен 26 странами. В фильме есть главный персонаж – подросток Колька Свист, о судьбе которого рассказывает этот фильм. Николая Степановича можно считать прототипом этого подростка. Севастьянов Николай Степанович родился 27 февраля 1908 года в селе Москалевка Жмеринского района Винницкой области на Украине в большой рабочей семье. В 1917 году девятилетним ушел из дома на заработки. В 1919 году от ТИФа умирают родители. И в 11 лет он становится сиротой-беспризорником. В 1921 году после очередного отлова беспризорников юный Николай органами ВЧК направлен в детскую колонию, где окончил семилетнюю школу и профтехшколу. В 1928 году по решению правительства СССР была направлена первая партия бывших беспризорных детей на учебу в высшее учебное заведение. Николаю Степановичу посчастливилось попасть в эту группу и поступить в Днепропетровский горный институт, который он успешно закончил, получив специальность инженера-металлурга. Работал мастером мартеновских печей завода «Красный Октябрь» в Сталинграде, затем в городе Краматорске на строительстве новокраматорского машиностроительного завода имени Сталина, мастером, начальником смены, завпроизводством мартеновского цеха. В 1940 году Николай Степанович переведен начальником Сталилитейного цеха паровозостроительного завода имени Октябрьской революции в городе Ворошиловграде. В декабре 1941 года вместе с заводом эвакуирован в город Омск. В 1941 по 1951 год Севастьянов Николай Степанович – крупный металлург, начальник Сталилитейного цеха, начальник Центральной лаборатории завода имени Октябрьской революции. Одновременно по совместительству с 1948 года он преподаватель Омского машиностроительного института. В 1951 году Николай Степанович переходит на научно-педагогическую работу в институт, защищает кандидатскую диссертацию, становится доцентом и заведующим кафедрой машины и технологий литейного производства. С 1951 по 1954 годы декан машиностроительного факультета, с 1954 по 1963 годы ректор Омского машиностроительного института. На посту ректора Николай Степанович внес большой вклад в становление и развитие Омского машиностроительного института, будущего ОМГТУ. Начата подготовка инженеров по специальности оборудования и технологии сварочного производства. По автоматизации, приборам точной механики, производству радиоаппаратуры, электроизмерительной техники открываются филиал вечернего факультета на авиационном заводе, вечернее отделение при заводе транспортного машиностроения и заочный технический факультет. Расширяется материальная база института, реконструируется учебный корпус на улице Долгерева, строится двухэтажный лабораторный корпус, котельная, первое студенческое общежитие, жилые дома для профессорско-преподавательского состава и сотрудников института. В 1958 году открыта собственная аспирантура и широко практикуется направление в годичную и целевую аспирантуру других вузов страны. Николай Степанович в течение 17 лет, 1951-69 годы, возглавлял кафедру машины и технологии литейного производства. Подготовка инженерных и научно-педагогических кадров была поставлена на совершенно новую научную и материально-техническую базу. Создаются новые лаборатории, оснащенные современными приборами и оборудованием. То есть создана материально-техническая база кафедры и сформирован ее основной научно-педагогический состав. В 1963 году Николай Степанович оставил пост ректора по состоянию здоровья, оставаясь заведующим кафедрой до 1969 года. 22 апреля 1969 года Николая Степановича Севастьянова не стало. За свою плодотворную работу Николай Степанович награжден Орденом Знак Почета в 1943 году, Орденом Трудового Красного Знамени в 1945 году, Медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 1949 году Министерством транспортного машиностроения присвоено звание «Лучший раноциализатор министерства» Орденом Знак Почета в 1961 году. По общественной работе Николай Степанович избирался членом Сталинского райкома КПСС, членом Омского городского комитета партии, членом ревизионной комиссии Омского обкома КПСС, депутатом городского совета депутатов трудящихся. Редактор субтитров А.Семкин